всем привет даже дорогие зрители и подписчики канала мы в омане столица город маскат за нами замечательная мечеть о которой чуть мы позже расскажем ребята мы сегодня приехали в ту страну на один денек погулять и изучить это оман ту страну которую к сожалению никто ну мало кто точнее посещает наверное вот так будет правильнее сказать поэтому сегодня мы здесь побудем погуляем потратим денег возьмем машину куча всего интересного с вас как всегда лайкосики пишите комментарии и погнали гулять по аману по маскату наше путешествие по аману начинается с аэропортами не знаю почему никто не говорит что до дальнейшей речи надо сразу проходить регистрацию показывать первый посадочный тебе дают новый посадочный и потом только выходить в город ну да ладно мы новый посадочный получили и теперь попадаем действительно в аэропорт аэропорт на самом деле такой достаточно уютный маленький небольшой зоне прилета конечно трынде смотришь и полная грузия у здесь уже интересно пока мы не взлетели нужно срочно подключить себе есимку я всегда использую приложение аэролон сейчас подключаем себе 3 гига 10 с половиной баксов стоит но в принципе этого хватит я вам тоже рекомендую ссылку на аэролон я оставлю там описание переходите подключайте очень выручает путешествие естественно первым делом я зашел обменник поменял 100 долларов нужно за тачку заплатить я взял у них 35 баксов и местную купюру я вообще не соображаю что за купюры это я щас тачку сяду вам покажу здесь не буду показывать вдруг они меня скажут зачем ты показываешь купюры в камеру вообще да это сейчас естественно позавтракать а вообще на самом деле вот учитывая что такой перелет нужно просто падать куда-то на кровати просто спать но учитывая что мы очень хотим посмотреть новую страну и новый город и покупаться в новом море такую роскошь как сон себе позволить не можем потом поспим вообще не понимаем как выйти в город мы пытаемся самого начала объяснить что нам надо в город нас отправляет вот за посадочным потом мне начинает другой же видеть в зоне тифри вы не можете никуда выйти какая-то жесть легли отдыхать вот так вот на лавочке просто нереально спустя 4 часа мы вышли все у нас остался один проход вот exit это просто ужас ужас выйти сюда в город просто нереально что-то и отпечатки снимают и фотографирует просто жесть благо что мы не одни поставили мы вещи самый центр аэропорта я вот он так выглядит и самое начало здесь уже все видите все выход там начинается улица местонка пошла переодеваться чтобы быть прям такой арабской женщиной сейчас увидите первые шаги по манской земле по маскату так сейчас едем все забирать машину нам надо ее выкатить отсюда какая-то мутная схема все грузимся в машину вот такая тачка но это временно так и двигаемся оформлять нашу которая будет у нас договор составили сейчас быстро надо обязательно пробежаться по машине что потом не дай бог ничего как говорится не написали вообще изначально я бронировал toyota yaris но почему-то ее не было и нам дали машину классом повыше дал ему 20 реалов он не должен когда ему буду возвращать машина до 4 на всякий случай пишу а то мало ли так все мы значит забрали тачку вся 2002 61 пробег он пошел куда-то своим ходом как говорится вот а мы отправляемся первое нам что нужно сделать это заправиться блин почему они не могут взять и отдать машину с баком немного про купюры которые здесь это оманские реалы у них есть также копейки называются байса а еще есть монетки вот несколько раз давали но нужно быть действительно местным жителям чтобы понять сколько это то что я например вообще не знаю перед ними имеются высокие горы вообще есть надолго приехать в аман то можно конечно сгонять по горам знаю точно что есть ребята которые посещают горную часть амана но это не мы вон какие горы впереди но они вообще лысые просто такие песочные мечети нужно обязательно в одну такую сходить заехали на заправку самое интересное даже по ценам ничего не смогу сказать у меня остатки осталось уже с меня взял 200 этих 20 реал которые думаю оставлю на местные вот эти вот цитраты доллары здесь не принимают сейчас посмотрим там по-моему один один реал что ли а посмотрим сколько зальется может нам даже хватит почти четыре литра а приехали мы куда мечеть султана кабуса вот так она реально огромная даже подъезжаешь когда к ней понимаешь насколько тут масштабы так что сейчас отправляемся туда это конечно то место где мы начинали выпуск мечеть кабуса одна из крупнейших наиболее значимых формально построена в 70-х годах имеет уникальный архитектурный стиль внутри мечети есть искусственные мозаики а также красивые витражи на территории мечети находится мазолей суртана кабуса здесь на самом деле можно много чего рассказывать но здесь очень интересно просто ходить по вот этим всем местам здесь не пускают какой-то зал да с детьми вообще не пускают дай амали что друзья сказать нас развернули представляете потому что она работает до 11 как и ожидалось но я видел что сюда вот ребята все в белом идут и тут и идут я думал мы тоже пройдем в итоге тут охрана нет только завтра приходите что вот так вот ну ладно сейчас зато в округе погуляем поскольку это красиво вся история смотрится на улице 31 градус очень жаркая кстати вот вообще в штанах иду парни мои переоделись а вот я до сих пор нет вообще надо 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 потому что очень очень душно у них поэтому все такие вот горы знаете такие пустынные мы сейчас двигаемся вон туда это возле также мечети там пальмовый такой сквер хочется дойти вообще посмотреть как он выглядит что он из себя представляет вообще отсюда вижу масштабный интересное ощущение сейчас я поймал вот едем и я говорю блин вообще мы впервые в арабской стране так чтобы мы прям взяли машину так чтобы мы поехали его действительно вот тут все по-другому тут реально вот тут пустынная нотка она очень дает о себе знать на постройках на дымке вот сухие горы вот это вот все смотрите 5 реалов сняли с турецкой зератки сейчас здесь переключу комиссию что-то как вот этот банк нам выдал вот для этого мы и приехали в торговый центр чтобы здесь можно было снять и решить налички здесь же был обменник мы сразу поменяли 100 баксов что-то мне там дали сколько-то там реалов сейчас вот здесь вот вам прикреплю короче очень удобно в торговике решать все вопросы за одно часы обедать сходим наверное тут есть какой-то ресторанный дворик мне за 100 баксов далее 38 реалов пишу пока не забыть это очень хороший курс по бирже есть и конвертить получается 38 и 5 реалов магазин продуктовый он ну по сути как типа ашан но разновидность всего просто вау прилавки ловятся вообще прям весны куриные и так далее мы тут на беспалево снимаем потому что везут эти висят что типа нельзя нельзя вот и они все ходят с этими с такими лицами строгие такие лица бетон что действительно не дай бог вдруг скажет там нельзя еще хоть статью припашу стрёмная история такая а вот так выглядит именно магазин с торговыми передами со всякими брендами и так далее и тому подобное но опять-таки много снимать не буду чтобы не влипнуть всякие неприятности нашли мы местное заведение здесь но не стали fast food ом надо похавать нормально не но это все равно это мясо супы и так далее начать до чечевичный суп вот на стенку уже попробовала горит какой же он необычный далеко не турецкий вообще вот ответе нам суп принесли а неугомонный человек вот теперь сыты и довольны отправляемся на море надеюсь получится покупаться ребятки здесь какое море залив залив оманский залив оно же и моря на самом деле поехали так мирочки же тоже правильно что друзья наши добро пожаловать на новое море которое мы для себя открываем здесь прикольненько смотрите такая лужайка зелененько тут же пляж широченный там он какой-то остров каменный волны но он люди заходят сейчас тоже зайдем однозначно пойдем купаться купальники взяли абсолютно все вон там прям набережная тренажеры но все как обычно так единственно нужно понять где переодевалки с переодевалками здесь стуга вообще нету поэтому с помощью пеленки прикс и все что ребятки пойдемте впервые будем купаться в оманском зале ой какой здесь красивый пляж конечно вообще волны так круто накатывает мирошка уже давно он забежал ему хорошо здесь мелководье прям можно плавно плавно так заходить и уходить вот видите люди и любим по колено вообще это кстати здорово с детками это прям классно стоянки чё делаешь пишу что ты пишешь именно и же огромный привет а родник отходи так еще у нас есть виктория вам тоже огромный огромный привет из этой новой страны которую вы алексей виктория и симба евгения вместе так нас круто поддержали что мы здесь но еще ряд зрителей мы вам передаем огромный привет ну а теперь купаться пойдемте у какая теплая водица мы на море не были ну реально ребята 100 лет невероятно невероятно и она здесь прозрачная действительно красивая класс он дети носятся на стенка вот заходит смотрите как тут красиво меня конечно не сильно впечатлили вот мы по городу скатаемся мне не сильно впечатляют вот эти их постройки все белого песочного такого цвета но морюшка не может не радовать морюшка это всегда хорошо согласны ой я не знаю сколько идти мне кажется проще уже лечь и просто окунуться о круто ой сколько это с вами не было ребята сколько месяца до последний раз мне почему в турции но в турции последний раз купались мы очень сильно соскучились учитывая что ереван без моря родик не брызгай пожалуйста ух класс мы здесь и открыли себя не только что новую страну мотыли себя новое море ребятки блин теплющие слушайте конец какой конец начало ноября получается середина ноября и вот вообще круто кто не был блин 5 приезжаете это мы заслужили сто процентов вообще конечно а вот теплющие не знаю теплее чем в турции наверно с мелко мелко как да давай мирошка давай окунайся я могу эту подержать вообще а ты поплавай давай 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 насенка давай чё мироша ну чё она встреча это вообще было просто прописано доктором срочно ну за 30 сколько я уже от берега отбежал и все бегу-бегу-бегу ну класс блин ребята невероятно как он передать словами я не знаю но это великолепно не надо это с головой глаза щипет вообще конкретно все я отключаюсь потому что я очень хочу наныряться и накупаться кто подскажет что за вот эти вот смотрите внимательно маленькие дырочки от волна уходит смотрите они появляются из них удах выходит воздух чуть такое их много 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 они вообще просто по всему пляжу в некоторых местах они выглядят вот так вот и вот весь пляж вот такой что такое надо уже ехать дальше но вообще нет никакого понимания как вот этих спиногрызов отсюда вытащить они попали в свою обычную среду и ни в какую не когда-то ходить вообще уже минут 30 наверное горю выходите из воды о ребят какой же это кайф вы себе не представляете супер наконец-то традиционно досушиваем белье точнее полноценно сушим после нашей купалки слева заливчик прямо город историческая часть наверно даже так можно сказать там все достопримечательности находятся поэтому едем туда приехали мы к вот этой вот прекрасные достопримечательности здесь пока ехали вон там вот начинается вот реально я не знаю аладдин вот как из мультика красиво это вот надо вот прямо туда брать и начинать гулять 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 и километров получается 5-6 проходить пешком и наслаждаться всей этой восточной красотой реально прям реально очень круто вот но учитывая что мы приехали вот просто вот такая вот нас картина вот мы сейчас немножко поспим даже я вырублю сейчас а потом будем просто подъезжать к этим вот замечательным достопримечательностям и смотреть их пока мы спали уже будет не просто прогулка а по вечернему маскату прогулка так что погнали решили мы перейти на эту сторону на набережную и отсюда как раз открывается вот этот весь вид суши на чума конечно вообще да это ни разу не дубай где вот это все настроено вот это современное новое нет нету да вот это вот нет колорита уже а здесь прям вот действительно здравствуйте попал сказку из аладдина ковров не хватает летающих и отсюда с набережной какой вид открывается за третьим там какая-то башня не знаю брат что за башню это эти вот скальные горы не знаю какая у них высота но они на самом деле очень высокие достаточно но вот они пустые и какие здесь яхты послать и есть корабли которые экскурсии возят и сама крепость мы с мирожкой вечернюю набережную рекомендуем в городе москат да сынок да лайк лайк вот так вот ясно мы идем по набережная вот по эту сторону всякие магазины ковры кафешечки банки и так далее так далее и тому подобное вот отсюда видно что люди там на крепость это поднимаются вот на самую на самый вверх но мы совершенно не хотим это делать уж очень мы устали оставил своих там на набережной сейчас быстро добежал до машины сейчас поимная следующую достопримечательность кстати маска так знаете распускается в плане вечерней атмосферы начинается все включаться все эти подсветочки поэтому на самом деле даже здорово часть днем часть вечером это прям сразу сходу лайкосик но блин меня подперли ну вот пожалуйста вечерний маскат красив дай красив ну а вот они ворота маската после ворот маската начинается еще интереснее вообще лучше всего оставить машину в самом начале набережной и отправиться пешком это километров 5-6 так как мы после ночного рейса с детьми это сделать не удалось мы очень сильно устали поэтому по всем местам просто проехали и посмотрели здесь находятся маскат марина форт райам парк галерея бель эйт зубайр эль баб кейт эль марина форт вальджат гейт национальный музей маската и многое другое так что если будете днем обязательно пройдите все эти места а вот как все это выглядит вечером мы вам показали какое-то топливо супер я просто горю супер мне заливает супер стоит получается 0 2 2 9 реал четверть пака ему оставлю а мы двигаемся все на аэропорт отдавать машину мы в аэропорту он выгрузили вещи все . прям огонь и на вот обещанный день сейчас все дадут на большую аудиторию я не буду делиться контактами у кого я снимал но я напишу статью на дзен как вообще я нашел аренду машин здесь без депозитов но прям для меня было очень важно потому что депозит от 30 тысяч рублей представляете на день взять тачку и сделать такой депозит и мало ли как говорится чо и не вернут поэтому на дзене будет статья ссылочка на яндекс дзен будет там в описании переходите заодно подписывайтесь сейчас мы пройдем все контроли и подведем сделаем выводы о стране и городе но в любом случае хочу сказать следующее что если вы приезжаете у вас такая длительная пересадка нужно сделать все для того чтобы выйти в город даже несмотря на то то что это такая страна и у нас проблематично было выйти в город в любом случае это стоит того сто процентов ну что же друзья мы в аэропорту прошли 10 кругов ада чтобы даже зайти сюда потому что мы выходили по посадочным талоном в итоге они уже потом не читались вообще и никто не рассказывает про эти нюансы никто не рассказывает про то что что и нельзя как вообще выйти в город никто не показывает вообще то есть у нас тоже не говорю у нас не получилось как ради мерия мы она говорим что ни в коем случае не попадаете в транзитную зону все это поймаете гиммур DESA можно ли мы по возвращению тоже посадочный Эталон уже не действительно на турникетах, и это целая история. Вот благо, что вот у нас попались такие знакомые, которые потом за нас, они первые вообще заходили в аэропорт, и за нас замолвили слово, что сейчас еще придут и одна семья, у них то же самое. Вот, с этим как бы получилось очень круто. В целом, сам город и страна, ну, классная, мне кажется, однозначно нужная. Медвегащая приемная, недовкусная достаточно. Нужно приехать между индийской, мне кажется, и турецкой едой. У них что-то такое, да, много мяса, рис, и вот где-то карри, где-то не... И еще нам очень кайфово от того, что именно вот с арабской страной мы познакомились... Именно, вот, правда, кто-то даже чихнул, именно с Амана, потому что здесь действительно как будто ты попадаешь в сказку Аладдин, арабская ночь. Да, это вообще, ну, действительно, потрясающе. Да, все, друзья мои, пишите комментарии обязательно. Все важные, нужные ссылки есть там. Я обязательно про все напишу, про какие-то мелкие нюансы напишу в Telegram-канале и на Яндекс.Зене обязательно перейдите по ссылочке и тоже подпишитесь. Будем с вами прощаться. Вот такая у нас новая страна, новый город, новое море. Все новое и новый выпуск. Все, пока. Продолжение следует...